Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Иван Шаман Паутина миров Империя Книга первая Страж Пролог Пятнадцатая минута игры подходит к концу вещал один из комментаторов Ни один из титанов до сих пор не повержен и монстры рвутся навстречу друг другу Ты прав, Джон Вторил ему напарник Но и наши игроки не стоят на месте Ты только посмотри как вырывается вперед команда синих Совершенно верно Они вплотную засели в лесу и уже отъедаются на нейтральных врагах Еще немного и мы увидим эпическое окончание схватки У красных просто не останется ни единого шанса А тем временем круг жизни в очередной раз сужается уменьшая зону маневра Титаны все ближе друг к другу Здоровья все меньше Ребята грамотно заводили толпу Но их комментарии как и видеотрансляция запаздывали на несколько минут Стандартная практика не позволявшая игрокам получать подсказки об общей картине сражения Чтобы не отвлекаться я выключил стримы радио Оставил только голосовой чат Прямо передо мной тройка синих нарвалась на очень сильных нейтралов и несомненно победит если я не вмешаюсь Мих, вернись на линию скомандовал наш командир и менеджер Рон Нужно держать Титана Сек, сейчас положу тройку Быстро вернись на линию Хватит с тебя самодеятельности Я же вижу твои вещи двуручный меч варвары и нагрудник Да тебя любой лучник на раз-два свалит Тут он прав Классов в игру не завезли а оружие и доспехи требовалось находить прямо на поле боя И мне в этот раз жутко не повезло Вместо любимого арбалета я получил то, что было в наличии без вариантов и шансов Но я не для того из детдома поднялся на бесплатных сессионках до международного турнира чтобы профукать такой шанс Чат нафиг, чтобы не отвлекал Магичка, которой вначале достался свиток с обучения магии огня пьет зелье жизни Мана и здоровье у всех просели до минимума Гидра это вам не волчара первого уровня но и она уже при смерти Добьют, получат редкие вещи и нам хана Но не бывать этому Три процента здоровья Два А я ретрипаладин Всех нагну сейчас один Зарежу! Громко крикнул я Волшебница вздрогнула и огненный шар пронесся чуть выше головы чудища Танкующий воин дернулся было в мою сторону но тут же получил хвостом по тулову и отлетел как раз под мой меч Минус Свиток! Скомандовал лучник уже понимая к чему идет Ведь я-то целехонький и с полной полоской здоровья а у них дела швах Только он критически не успевал не то что прочитать свиток возврата но даже достать его из заплечной сумки Прыжок Перекат под стрелой Второй минус Пятнадцать убитых за сессию игры и пятисекундный бонус на скорость Извини, дорогуша но тебе тоже не уйти Рывок! Толстый двуручный меч опускается на магичку интуитивно закрывающуюся от удара посохом Черт! Если бы я не знал что в реальности за нее играет здоровенный белый парень обязательно бы дрогнула рука Но это финал, детка и здесь каждый знает каждого Минус Теперь у меня около пятидесяти секунд пока вся троица не вернется на поле боя Однако радоваться рано Передо мной легендарный монстр с семью головами И пусть здоровье у него осталось всего на пару ударов но их еще надо нанести Кувырок назад Несмотря на плачевное состояние Гидра рвалась ко мне на всех парах Рискнуть убить в одиночку, получив легендарку Или позвать товарищей и получить лишь редкую вещь Даже не вопрос Рубимся! Каждый удар снимал твари по полпроцента жизни Она же непрерывно жалила меня головами нанося множество мелких ранений от которых уже началось кровотечение Но соотношение повреждений в секунду и количество здоровья было на моей стороне Последним ударом я снес сразу половину еще трепыхавшихся голов Монстр в красивой позе и сдох тут же испаряясь и оставляя после себя сундучок Только бы легендарка, пожалуйста Повези, повези, повези Да! Легендарный артефакт Лучезарный меч Регенерация 1% здоровья в секунду Урон 500% Тип урона — свет Гласила надпись на нестерпимо сияющем предмете Отлично! Вот и смерть ваша пришла! 500% урона — это вам не сотка у обычного меча Хоть силу я особенно не вкачивал Все ушло в ловкость Но сейчас этого будет более чем достаточно Миха! Гребанное говнище! Ты где? Крик в реале пробился даже сквозь двойные наушники И стенку индивидуальной игровой кабинки Это неспроста Не может так материться Рональд по пустякам Открыв на бегу общую статистику Я невольно присвистнул Титаны уже сошлись в бою И мы проигрывали вчистую Наверное, противник каким-то образом умудрился Вынести линию обороны на одном из направлений И сейчас на нашего босса нападали сразу и мобы, и игроки Как такое могло произойти, учитывая, что четверо моих товарищей Должны были его защищать, я не очень понял Но это и не важно Если я немедленно вернусь на базу и не начну защищать Стоп! А нафига? Я сейчас на вражеской территории Мне до противников ближе, чем до наших, раза в четыре Тупо не успею А вот подгадить ослабевшему противнику, у которого все монстры в атаке А три игрока еще возрождаются Вполне в состоянии Сколько я Титану смогу своей легендаркой урона нанести? Процентов десять точно сниму Может даже двадцать? Главное успеть Обо всем этом я думал уже на бегу Здоровье медленно восстанавливалось Кусты и деревья проносились мимо Перед глазами уже маячила восьмилапая шагающая башня Стреляющая куда-то вдаль синим потоком энергии С противоположной стороны летел красный Но сталкивались они уже на нашей половине Если окончательно пересилит и дойдет до Титана Все, кирдык Но я этого допускать не намерен Подскочив к ближайшей лапе Я со всей дури вонзил меч Стараясь удержать его в одной точке Вот чем свет хорош Не нужно махать как ошалелому железякой Достаточно пробить верхний слой Или как в случае с гигантским големом Просто держать на месте Урон в секунду будет куда выше Чем от обычных ударов Эффект проявился не сразу Но даже двадцати секунд оказалось достаточно Чтобы Титан начал ощутимо прихрамывать на эту лапу Плюс секционных повреждений современных игр И каждый раз, когда он хромал Луч немного опускался вниз Отклоняясь от нашего босса Хотя, может, это и сопартийцы постарались Чиня башню изнутри В любом случае У меня оставалось еще десяток секунд Чтобы... Нет Наверное, я неправильно рассчитал время Стрела вонзилась мне в оголенное плечо Разом сняв пятнадцать здоровья из моих сорока пяти Держаться Еще стрела Враг не рискует Он знает мои уязвимые места Знает, что в череп критическое повреждение Выпадает только в половине случаев И не будет рисковать Две секунды Всего две И я расплавлю лапу Попадание Сорок пять процентов здоровья Канули в небытие Но я еще стою Меч сослужил службу Восстановив один жалкий процентик Достаточный, чтобы пережить попадание Есть! Титан синих пошатнулся Красный луч тут же ударил в фокусирующий череп И тот разлетелся на мелкие кусочки Редактор субтитров – А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...